Всем привет! Меня зовут Мария Курцева и это мой очередной автоблог. Сегодня я хотела бы проанонсировать новую рубрику на моем канале. Рубрика называется «Российские дизайнеры. Мастера ручной работы». Я хотела бы в этой рубрике рассказывать о молодых предпринимателях, которые решили зарабатывать с помощью своих способностей, умений, своей фантазии, своим ручным трудом. Таких сейчас мастеров немало. И я сама лично знакома со многими. Это очень здорово. Ребята молодцы, что своим личным трудом, своим личным примером они показывают, что это возможно, вполне возможно зарабатывать и своим любимым делом, а не только каждый день ходить на нелюбимую работу. Естественно, каждый зарабатывает, как он может, как он умеет. Но я сама очень хочу, чтобы до конца мой ромб стал основным делом моей жизни. И с восхищением смотрю на ребят, у которых уже получается превратить любимое дело в источник дохода. Вот о таких ребятах и о мечтателях, да, и мастерах ручной работы, которые также мечтают, как я, воплотить свои идеи в своем проекте, дать ему жизнь, я бы хотела рассказывать в этой своей рубрике. Поэтому, если вы зарабатываете или планируете зарабатывать своими способностями, своим творчеством, неважно, это вязание, шитье, резьба по дереву или какой-то иной вид творчества, я с удовольствием сниму репортаж и покажу ваши умения на своем канале. Так что, милости прошу, у кого есть желание, у кого есть интерес, пишите мне ВКонтакте или в Инстаграм, в Директ. Все ссылки на то, как меня найти в социальных сетях, я оставлю в инфобоксе под этим видео. И очень жду от вас заявок и с удовольствием, еще раз повторюсь, сниму репортаж о вашем любимом деле, о вашей творческой мастерской, если такая есть. Еще хотела добавить, да, если у вас есть какая-то студия, творческая мастерская, или вы ведете другой проект творческий, да, выступаете в роли дизайнера, основателя своего бизнеса. Ну, у вас нет канала на YouTube, но вы бы хотели рассказать тоже людям о своем детище, да, скажем так. И вы не живете в Москве, к сожалению, я смогу перемещаться, снимать репортажи только по Москве и ближайшему Подмосковью. Но вот сейчас уже есть одна у меня такая заявочка. Ребята, с которыми я в свое время сотрудничала, сейчас находятся не в Москве. И они мне снимают сейчас репортаж, который я вмонтирую, как бы, в свое видео и выложу отдельным, как бы, да, роликом на своем канале. То есть такой вариант тоже возможен. Вы снимаете небольшое видео, предположим, минут на 5, 10, 15, сколько вы считаете нужным. Ну, желательно, все-таки, не очень большое, чтобы я могла его достаточно быстро и скачать, да, и закачать на YouTube тоже, да. Снимаете небольшой ролик, присылайте мне ссылку, да, с файлообменника или с диска облачного, да, предположим, там, Google Диск или Яндекс Диск. И я ваш ролик монтирую в свое видео, да, то есть я говорю, как бы, вводную часть, да, и заключительную часть, а основную часть ролика составляет ваше видео о вашем предприятии, о вашем творческом проекте, о вашем творческом бизнесе. То есть такой вариант тоже возможен и с удовольствием приму и такого рода заявки из других городов, да, от вас. Если вы живете в другом городе, это вполне тоже может быть вот в такой форме. И еще такое небольшое дополнение. Если вы не мастер ручной работы и вы занимаетесь перекупкой каких-либо товаров, да, типа даже а-ля хенд-бей товаров, то вам не ко мне. И я хочу снимать исключительно только о тех, кто своим трудом, своими способностями творческими, своими навыками пробивает себе дорогу в эту жизнь, да, пытается творить и делать этот мир красивее своим трудом, да. Еще раз повторюсь, это может быть не только вязание, но и шитье, резьба по дереву, скраббукинг, лепка, это что угодно, да. Главное, чтобы вы это делали сами, придумывали сами, нам как-то отрисовывали, да, дизайнерили, как я говорю, и так далее. То есть это должен быть полностью такой чистой воды хенд-мей. Так что вот. Я надеюсь, моим подписчикам тоже будет интересна эта рубрика, и с удовольствием буду ее вести. Так что вот такие планы на будущее, еще один проект. Так что пишите, оставляйте заявки, и всем пока!